Ароматная грудинка, запеченная на овощной подушке в пиве. Блюдо, которое можно подавать и в холодном, и в горячем виде. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Дача Супер! Сегодня у меня грудинка, очень вкусная, ароматная. Я ее подала с картошкой в мундирах, она очень подходит к этому блюду, особенно если эту грудинку кушать горячей. Для приготовления этого простого блюда мне понадобится минимум ингредиентов. Главный герой это грудинка, у меня здесь чуть меньше килограмма. Четыре луковицы, где-то головка чеснока я почистила, но можно меньше. И кусочек морковки у меня был, тоже его добавлю сюда. И 100-150 миллилитров темного, хорошего пива. Грудинку мариную заранее, за пару часов до приготовления, чтобы она насытилась всеми ароматами приправы, которые я ее буду заправлять. Это приправа для свинины. Здесь много ингредиентов. Перец, чеснок, лавровый лист, кусочек грудинки у меня с косточкой. Здесь где-то около килограмма. Приправа уже с солью. Вот так я посыпаю. Описание приправы есть на канале. Я оставлю ссылку в инфобоксе. Ну вот так я приправила. Сюда я еще добавлю чеснок. Прям так зубчики разрежу. В приправе есть лавровый лист, но еще один листик брошу. Сюда тоже, чтобы она постояла. И замариновалась. Буквально пару часов. Беру жаропрочную форму. Духовку я уже включила. Мне нужна горячая духовка градусов 200. Можно выкладывать сразу форму, либо застелить фольгой. Я застелю форму фольгой. На дно формы нужно крупно нарезать овощи. Ну, просто вот я луковицу разрезаю на 4-6 частей. В зависимости от ее размера. Вот так крупно. Нарезаю все овощи. Чеснок можно не резать, можно так просто добавить. Вот так нарезаю. Морковь можно добавить больше. Эти овощи у нас только для аромата. Для того, чтобы грудинка наполнилась всеми вкусами и ароматами лука, моркови, чеснока. Замаринованную грудинку она провела в этом маринаде. Назовем ее вот так несколько часов. Вот так. Или лучше вот так, наверное. И ваше. Так. Эти овощи я не буду использовать в чеснок. Они уже свою роль сыграли. И наливаю сюда пиво. 100-150 мл. Шипит. Закрываю сверху. Вот так делаю конвертик. Отправляю в духовку. Где-то на полчаса, может, минут на 40. А затем я фольгу открою, чтобы выкипела лишняя влага и грудинка зарумянилась. Грудинка готова. Она получилась такая очень-очень ароматная, золотистая, с карамелизированной корочкой. Выкладываю на тарелку. Грудинка подается в горячем, либо в холодном виде, с любыми овощами. Свежими, запеченными, сырыми, квашенными, с любыми. Главное, чтобы было много овощей. Приятного аппетита. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok